Сначала фотокружок, потом любительская киностудия и потом уже какое-то такое страстное желание заниматься кином. Я первый год не поступил во ВГИК, а потом пошел работать с ассистентом операторов. И уже носил штатив в 16 лет, и кинокамеру еще тогда на пленку снимали, и это было уметь заряжать, носить. Это было все довольно очень тяжелое, а не то, что сейчас. И как-то мне это понравилось, все время ты с людьми, с разными, и все время какие-то встречи, и как-то очень интересно. Потом я уже поступил во ВГИК на следующий год, и как-то там уже брал очень большой объем, и начинал это делать, делать. И как-то потому, что все-таки теория одно, надо все-таки, чтобы это через себя пропускать. И пробовать все время, и как-то думать, что получилось, что нет. Потом, после института, мне очень повезло, что я попал на студию документальных фильмов Санкт-Петербурга. И там очень долго работал, может быть, лет семь. И мне давно довелось даже с корифеями в этой студии поработать. А там была самая сильная школа вообще режиссуры в то время в Советском Союзе. Это был Николай Бухович, например. Они, это были совершенно удивительнейшие люди там. Вот. И, а что дает эта школа неигрового кино? Она дает тебе воспитание как автора. Потому что ты, как бы, камерой ты начинаешь писать. Рассказывать камерой ты начинаешь. Что, зачем следует. Вот. И кажется, что это очень... Надо в себе все время хранить и беречь. Самое сложное – это снять какой-то характер. И чтобы он еще во времени, чтобы он был в развитии. И это самое сложное. Потому что как-то все-таки... Если связать это с портретом, но все-таки ты изучаешь персонаж. И что будет интересно для экрана. Вот это, может быть, и стоит за этим наблюдать. Вычленять это. И над этим долго очень работать и думать. Смотришь и наблюдаешь. Как человек двигается. Как актер же тоже, он входит в роли. Это очень сложная вещь. Это очень... Я вообще думаю, как артисты работают. Это очень сложная профессия. Я думаю, что все должны им помогать. В том числе и я. И поэтому надо с очень большим вниманием относиться. Актер должен общаться с режиссером. А ты-то как-то должен почувствовать артиста. Да, и он тебя должен почувствовать. И все, если эти ритмы совпадут у артиста, у режиссера и у оператора, то будет очень здорово все. И все будут как-то в одном ритме существовать. И тогда это все, ну, будет все на одну идею работать. Знаете что? Вы не доктор. Вот доктор сидит. Я бы вас с такой симптоматикой сдал бы на опыты. С режиссером фильма «Аритмия» Борисом Хлебниковым я дружу просто очень уже давно. Может быть, лет 15. Но так довелось, что мы вообще работаем первый раз. Как-то так получилось, что он так как-то отдельно снимал, я отдельно. И мы встретились. Ее говорит, что давай снимем картину эту. Я говорю, ну давай, это же очень интересно. Но мы договорились, чтобы не снимать такие картины, которые мы раньше снимали. Не он и не я. Чтобы сделать что-то удивительное и новое. А так Борис мне всегда импонировал, потому что он такой очень думающий человек. Он очень знающий. И очень такой... Он такой человек культуры. И он очень долго выбирал артистов. Месяца 4. И это был очень большой труд. Он каждый день приходил на студию и выбирал артистов. Там заняты замечательнейшие артисты. Александр Яценко. Это просто... Ну, просто это очень замечательный артист. Ира Горбачева служит в театре Фоменко. Она там крайне занята. У нее 20 спектаклей в месяц, между прочим. Было интересно, что она в другом... Амплуа совершенно выступает. Драматическая актриса. И для нее это было тоже очень... Как-то так, знаете, таким открытием, кажется. Хотя в театре она очень много играет тоже драматических ролей. Еще когда до начала съемок я говорил нашим продюсерам, что нашу картину должно посмотреть 80% жителей Земли. Потому что все так работают искренне и все так вкладываются в нашу картину, что это удивительно просто. Сколько у меня было картин, ну, разных. Ну, это удивительная картина. Все прямо как-то с такой самоотдачей работали. Ай, это чудо. И потом мы все-таки снимали про людей и для людей. Делали. И обязательно у меня такое было страстное желание, чтобы все-таки это было в кинотеатрах. Шла картина. И чтобы все-таки мы очень много посмотрели людей. А история-то там... Ну, такая, она жизненная, знаете. Как люди принимают картину. Это очень важно. Там стояли люди и хлопали 15 минут. Такого вообще крайне на кинотавре. Вообще практически не бывает. Потому что я там бывал много раз. Мне рассказывают, что там выходят люди, плачут потом после картины. И я как-то думал, ну, как-то интересно. Мы жизни спасаем. Нельзя все делать по инструкции. Вот мы и делали сами, как считали нужно. Ребята, уберите руки. Она никуда не поедет. Уброд. Пусть я ее реально толкнул сильно. Я думаю, что все-таки сложнее работать в неигровом кино. Потому что оно от тебя требует такой выдержки и терпения, что ой-ой-ой. Это воспитывается очень долгим временем. Это так не возьмешь. У меня был такой случай в неигровом кино, что с режиссером Герчиковым снимали фильм о Кучугуру и окрестности. «Путешествие в Кучугуру» фильм назывался. Это был заключительный фильм очень большого телевизионного цикла. И привезли этих героев в Москву. Академия ТЭФИ их сделала аукционных товаров сельских. И все. Они продали все. У них гора денег вот такая была. Подарков все надавили. И на следующий день мы снимаем и наша героиня говорит «А ведь никто же у меня не спросил, как ты, бабка, живешь?» Подготовители периода съемки занимают все вместе месяца 4. Может быть, 3. А потом ты как-то можешь уехать из столицы. И правда, следует признать, что сейчас не все фильмы снимаются в Москве и Петербурге. А выбирают все-таки провинцию. Это правильно. Потому что едешь, а на экране там другие люди получаются. Все, кого ты привлекаешь к съемкам из провинции, у них другое совершенно выражение лица другое. Жили мы в Москве, а потом переехали с супругой в Алтайский край. Я так поездил по России. Я смотрю, что Алтайский край это прекраснейшее место. Здесь так все есть для человека. Все создано. Будет еще лучше, я думаю. Дорогие зрители, я вас приглашаю на картину «Аритмия», которая пойдет в прокате с 12 октября. И очень вас ждем в кинотеатрах, потому что этот фильм сделан именно для вас и про вас. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова